Особое мнение на 101FM Ну, можно спросить, если я сам больше все-таки передвигаюсь на машине, то члены моей семьи зачастую пользуются и общественным транспортом, поэтому я в курсе ситуации Ага, то есть вы знаете, что с 1 февраля вырастут... До 26 рублей Поднимается до 26 рублей, да, сразу на 4 рубля Да, знаю, конечно, считаю, что это вполне обоснованно, предвижу ваш вопрос Мы в семье немножко эту тему тоже пообсуждали, но пришли к единому мнению о том, что все цены растут Последнее повышение цен на проезд было достаточно давно В 17-м, по-моему, году Да, уже более двух лет Причем, если мне память не изменяет, автотранспортное предприятие неоднократно пыталось ставить вопрос о недостаточной финансированности их деятельности И то, что сейчас цена растет, слушайте, это нормально, цены на топливо выросли в процентном отношении гораздо выше, чем тот рост, который нас ждет с 1 февраля А тот факт, что повышение сразу на 4 рубля, на 4 рубля разово, да, никак не скажется на качестве Ну, вот судя по тому, что перевозчики в нашей студии говорили, этих денег, которые будут они получать, им хватит только на то, чтобы поддерживать штаны условно Ну, безусловно, я согласен, что претендовать на повышение комфортности, качества обслуживания при подобного рода росте цен недостаточно, мне представляется необоснованным Лишь бы оно не снижалось, это качество Да куда уж ниже-то Ну, господи, транспорт изнашивается, соответственно, резонно ожидает, что с прошествием времени эти же автобусы будут потреблять этого же топлива больше И если не производить замену автопарка, нам придется латать дыры именно за счет повышения цен Другой вопрос о том, что способны ли АТП сейчас за счет собственных средств провести столь масштабные инвестиции и кардинально обновить автопарк Либо оснастить свои автобусы устройствами для транспортировки маломобильных групп населения Мне ваши коллеги несколько дней назад задавали подобного рода вопрос Естественно, я думаю, что ни одно предприятие без каких-то бюджетных подкреплений, интервенций Не сможет единомоментно подобного рода масштабные инвестиции осуществить Будут ли об этом думать наши депутаты? Ну, посмотрим, хотелось бы Есть еще одна такая проблема, достаточно важная, она поднимается, ну, и экспертами В нашей студии тоже об этом говорилось По поводу того, что с каждым годом снижается пассажиропоток общественного транспорта в городе Кирове Ну, не очень резко может быть, да, но заметно Особенно если там на протяжении нескольких лет анализировать ситуацию То есть люди пересаживаются на такси Потому что сейчас... На личный транспорт? На личный транспорт и на такси Потому что сейчас, например, выехать из какого-то отдаленного от центра района Втроем, вчетвером на одной машине Договориться с кооперироваться с соседями или родственниками Или еще кем-то выйдет дешевле, чем ехать на общественном транспорте Возможно, возможно, может быть, даже это удобнее Но есть одно небольшое, в кавычках, исключение какого рода Таксисты очень часто, как вы говорите, в отдаленные районы города просто не поедут Потому что подобного рода поездка займет у них массу времени И просто не окупит себя Понятно То есть тут ситуация такая, что будем смотреть, как все будет работать И будут ли дотации какие-то на общественные транспорты Ну, безусловно, давайте не будем забывать о том, что, на мой личный взгляд Основным пассажиром для автотранспортного предприятия, для общественного транспорта Являются все-таки социально незащищенные группы населения Это либо дети, школьники, студенты, либо, простите, пожилые граждане Которые зачастую, исходя из уровня их доходов, не могут себе позволить даже вскладчину Поездку на такси за хлебом, в поликлинику и прочее Мне кажется, они об этом даже не задумываются Потому что, ну, кажется, что это дорого Может быть, может быть и так Скорее всего, кстати, да, у нас ведь не так велики пенсии с тем, чтобы у нас пенсионеры могли в булочную такси ездить К сожалению, да Яна Чеботарев, юрист Ждем повышения цен 1 февраля Надеемся, что, может быть, все-таки власти задумаются о том Что каким-то образом надо поддержать И, скажем так, картинку создать хотя бы хорошую Чтобы транспорт ходил по расписанию Может быть, ходил долго Автобусы и троллейбусы наши обновлялись Ну, переходим к главной теме, наверное, последних дней Это отставка главы администрации Ильи Шульгина Сегодня на заседании Гордумы депутаты этот вопрос обсуждают Ну и, собственно говоря, судя по сообщениям наших коллег Службы новостей, отставка эта состоится Потому что и партия «Единая Россия» рекомендовала своим депутатам эту отставку поддержать Илья Шульгин написал заявление по собственному желанию Проработал он у нас здесь два года, около двух лет И вот вчера мы делали эфир по этому поводу Меня Яна Евгеньевича удивила вот какая история Обычно у нас, когда уходит кто-то из представителей власти Очень много недовольных его работой и довольных его уходом Вчера нам звонили слушатели, и я удивилась, у нас не было резкой критики Ильи Шульгина в эфире А звонили, вот к стыду своему не слушал вчерашний эфир Да не страшно Звонили наверняка обычные кировчане, граждане, далекие от предпринимательского сообщества От частного бизнеса и прочего У меня вот другая картина в голове складывается Большинство моих клиентов, а я в основном все-таки работаю для предпринимателей и для предприятий Ярко негативно относятся к деятельности Ильи Вячеславовича на посту главы администрации Достаточно вспомнить проблемы, которые возникали в недалеком прошлом Благодаря активной позиции нашего мэра у Калинки Морозов, у горнолыжного комплекса И нам пришлось многократно судиться, оспаривать действия администрации Слава богу, получилось Достаточно вспомнить странную позицию Применительно к праву собственника торгового центра БАСКа выбирать Расцветку? Расцветку своего фасада Мне всегда полагало, я всегда полагал о том, что у главы администрации все-таки Есть другие более важные проблемы, чем вникать в подобного рода мелочи Если это, конечно, мелочь Я считаю, что основная беда, основная беда нашего градоначальника Сводилась к тому, что он не сумел создать под себя команду, которая могла бы каким-то образом Притворять его идеи в жизнь И более того, я, честно говоря, не в курсе, а какие идеи были у Ильи Вячеславовича Для реформирования деятельности администрации Вот я всегда считал о том, что короля играет свита Состав нашей городской администрации Чиновников низового, среднего, выше среднего звена Не менялся много-много-много лет У нас с приходом очередного нового городоначальника Меняются руководители каких-то ключевых управлений Начальники департаментов Но ведущие специалисты, специалисты у парламента среднего звена То есть те люди, которые непосредственно занимаются организацией деятельности администрации Они на своих постах находятся очень долго Это плохо? Нет, не всегда это плохо Другой вопрос о том, что Да, я видел, что были кадровые замены Менялись главы департаментов ключевых муниципального имущества Менялись замы нашего главы администрации Да, в департаментах, которые за городское хозяйство отвечают Вообще чехарда была Да, 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 безусловно Но я абсолютно не понимал и не понимаю сейчас А что менялось в политике всей администрации С этой кадровой чехардой И подобного рода регулярные перестановки Ну явно не позволяли наладить нормальное управление структурами администрации И как раз я считаю, что может быть в связи именно с подобного рода ошибками В построении текущей деятельности И было вызвано то, что, как сообщают средства массовой информации Илье Вячеславовичу порекомендовали Подумать над тем, чтобы оставить пост И он написал заявление по собственному История с нацпроектами, которые поставили Ну в качестве такого повода, что ли, информационного Да, для отставки Что вот, дескать, не справился Ну то есть у Кировской области показатели хорошие 94 с лишним процента, значит, да Исполнение всех этих историй Вот А Киров проседает на фоне остальных районов, я бы сказал, в нашей области Насколько кажется вам достоверной? Ну, здесь можно, конечно, над этим подумать Но это не ключевая причина, на мой взгляд Почему? Все нацпроекты, о которых велась речь Они же начинались задолго до того, как пришел господин Шульгин В неисполнении, недостаточно эффективной организации Исполнения этих нацпроектов в свое время обвиняли И господина Перескокова в том числе Когда-то даже и господина Дранова и прочее Соответственно, нельзя сказать о том, что Шульгин Исключительно он виновен в том, что нацпроекты Так долго не исполнялись Тем более, что здесь масса вопросов к финансированию А проблемы с финансированием, насколько мне известно, были Ну, и точно так же я не исключаю как раз то, что Господин Шульгин, опять же повторюсь Не сумел сформировать свою команду Которая могла бы эффективно проводить ту политику На муниципальном уровне, которую и должна была проводить Плюс, опять же, мне абсолютно непонятно А какую программу вообще реализовывал господин Шульгин Я видел, к нам приезжал блогер Варламов Господин Шульгин катался на велосипеде по улицам города Это все прекрасно и блестяще Но все-таки он администратор, он управленец Он в меньшей степени политик, он менеджер так-то Высокого достаточно уровня То есть надо было хозяйством заниматься? Ну, конечно Где решение проблем, связанных с реформированием Городского коммунального хозяйства? Я ставлю в заслугу господину Шульгину то, что у нас Решил вопрос с водой Ярин Ильич, у меня к вам предложение Давайте мы о заслугах поговорим после небольшого перерыва Давайте Особое мнение на 101FM Программа «Особое мнение» продолжается в нашей студии Яна Чеботарев Мы продолжаем обсуждать уход с поста главы администрации Ильи Шульгина Остановились на том, было ли хорошее? Хорошее, безусловно, было Во всяком случае, я не могу не одобрить действия господина Шульгина По поводу того, что реформирована относительно была попытка предпринятой реформации системы коммунального хозяйства У нас есть, было несколько предприятий унитарных, в частности МОП «Водоканал» Которые в настоящий момент являются основным оператором по поставке населению предприятиям города Кирова Воды Ранее этот рынок на основании концессионного соглашения, которое было, на мой взгляд, абсолютно невыгодно для администрации Подождите, там, по-моему, не концессия, там просто аренда была Там была как раз концессия Значит, было абсолютно невыгодно Было заключено с кировскими коммунальными системами, дочерним подразделением РКС Российских коммунальных систем И значительная часть денег уходила в частные руки, фактически Сейчас предприняты действия по реформированию МОП «Водоканал» Заключаются договоры И, как минимум, те деньги, которые раньше шли кому-то в частный карман А поговаривали, что деятельность РКС контролирует господин Вексельберг Будут оставаться как минимум в распоряжении муниципального унитарного предприятия Могут быть использованы Ну, то есть город зарабатывает Ну, во-первых, а во-вторых, ведь основная цель этого же водоканала Не столько заработать какие-то деньги, сколько, получив деньги с населения Поддерживать те сети, которые неудовлетворительно содержались этим же ККСом По мнению города Во всяком случае, такие претензии высказывались многократно Вот подобного рода действия можно исключительно приветствовать Другой вопрос, что они как-то уж были очень рабкие Можно было начать эту систему реформировать гораздо раньше И действовать более активно Но, во всяком случае, это безусловный плюс Я знаю, что велись переговоры по поводу как раз модернизации автопарка Автотранспортного предприятия, который является фактически дочкой городской администрации Потому что практически 100% акций акционера на общество автотранспортное предприятие Находится в муниципальной собственности Обсуждались вопросы выделения гарантии Предоставления гарантии муниципалитета для получения банковского кредита Как раз на модернизацию автопарка К сожалению, дальше переговоров в дело не зашло Многие депутаты городской думы даже Обвиняли руководство администрации и самого Илью Вячеславовича В различного рода злоупотреблениях при лоббировании интересов АТП Ну, я думаю, что это разбираться будут уже там счетная палата, правоохранительные органы Тем не менее, мысль мне представляется была правильная в части реформ в как раз общественном транспорте Почему тогда не получилось? Деньги, все упирается в деньги Город Киров не Москва К сожалению Ну, к сожалению, а может, к счастью Не такой у нас объемный бюджет И во многом бюджетное финансирование идей городской администрации Все равно, кто будет стоять во главе Шульгин, Иванов, Петров, Сидоров, Осипов Осуществляется за счет средств областного бюджета Которые фактически датируют город Здесь, конечно, точно так же Мне представляются абсолютно правомерными претензии уже областного правительства Которые неоднократно пеняли администрации города В неэффективном расходовании тех денег Которые получались в виде субсидий Эта же разметка, которую, простите, размыла первым же дождем Эти же странные контракты с иногородними строительными компаниями Которые выигрывали тендеры на ремонт автодорог И фактически эти работы выполнялись, простите, силами кировских подрядчиков Но значительная часть денег утекала в карманы, опять же, простите, просто коммерсантов Которые вовремя заявились и хитрым образом странным выиграли эти торги Что мешало этому же автодору, например, напрямую в торгах участвовать? Это большой вопрос Плюс злые языки еще поговаривают о том, что странным образом в собственности у Ильи Вячеславовича Какой-то коттедж возник, но это уже слухи и сплетни Ну, тут о достоверности информации мы не можем говорить Потому что, не знаю, мы не видели Хорошо, еще тогда вопрос очень коротко О кого вы видите на этом месте по функционалу? Я понимаю, что человека мы не назовем? Человека не назовем, я думаю, что на всей территории Кировской области Только несколько наших сограждан могут с уверенностью предположить Кто будет следующим главой администрации Но это должен быть нормальный управленец Вообще, я бы, конечно, хотел, чтобы у нас вернулась ситуация до 2005 года Я лично не считаю правильным изменение устава в 2005 году Когда были разделены функции главы города и главы администрации города Я все-таки заеден на начале То есть один человек, а не два Да, и вообще было бы идеально, чтобы мэра все-таки выбирали Ой Мне кажется, что это очень было бы правильно Это должен быть хороший менеджер, хороший управленец Способный сформировать свою команду Имеющий четкую программу реформирования городского хозяйства Дорожного, коммунального, какого угодно Да, эту программу-то он когда должен создавать? Он с ней прийти должен? Слушайте, когда Илья Вячеславович пришел, только лишь занял свой пост нынешний Кредит доверия от общества ему был оказан крайне большой Я сам в вашей студии неоднократно говорил о том, что нельзя вешать сейчас всех собак на главу администрации Обвинять его в каких-то проблемах Человек должен как минимум разобраться в ситуации Но это можно было потерпеть три месяца, полгода, да в конце концов год Ну дальше-то уже что? Понятно То есть кредит доверия на год новому человеку? Ну не больше, я считаю Хорошо Ладно, идем дальше, потому что время наше, к сожалению, ограничено Есть две такие темы, связанные с, ну не знаю, как сказать Одно это уголовное дело, а второе это дело Александровского костела По Александровскому костелу как-то затихло все? Хотя, насколько я помню, в конце января должна была как раз быть очередная ваша сессия судебная Она состоялась В очередной раз дело слушанием отложено на февраль, на начало февраля По-прежнему правительство предъявляет области, предъявляет претензии к заключению экспертов И пытается опровергнуть его с помощью своих специалистов, дружественных правительств А эксперты сказали, что Александровский костел это памятник Это памятник, что он никуда не делся, что все реконструкции в виде устройства подземного перехода и прочее Не изменили статус данного объекта, именно как памятник истории архитектуры И в том здании, которое есть сейчас, с легкостью можно узнать то историческое здание Которое было построено в 1903 году по проекту архитектора Войцеховского Я хотела вас спросить, вы в прошлую нашу встречу, по-моему, в конце декабря говорили, что католикам фактически запретили проводить службы в Александровском костеле После того, как началось судебное разбирательство И вот эта история, она вышла достаточно широко, обошла кировские СМИ, изменений никаких нет? Нет, пока никаких изменений нет На самом деле, не вполне понятно, подобного рода шаг со стороны филармонии Со стороны, возможно, правительства, потому что что-то мне подсказывает, что действие областной филармонии определяется все-таки правительством Кировской области Может быть, это тактические какие-то ходы были в расчете, что католики уцепятся за драконовскую возможность Две недели ограничено попользоваться помещениями в Александровском костеле и подпишут тот документ, который фактически лишит католиков возможности в суде отстаивать свои права Может быть, это просто какая-то глупая шутка с чьей-либо стороны по итогам визита апостольского нунца в России в Киров и его встречи с губернатором Васильевым Если я правильно помню, было обещано подумать над возможностью предоставления католикам осуществлять службы в костеле Да, и сразу после этого службу запретили Да, как-то странно На саботаж похожий, Ян Евгеньевич Ну, я же говорю, короля играет свита Понятно Может быть, господин Васильев еще тоже не до конца разобрался в том, как работает аппарат правительства Кировской области Время покажет Его ведь тоже, насколько я понимаю, недавно вызывали в Москву, где несколько порицали за неудовлетворительную организацию осуществления нацпроектов Что сказалось и на господине Шульдине Как это может сказаться на господине Васильеве? Ну, подождем Понятно Так, и еще одно дело, ну, дело, оно, да, связано с религиозной организацией, которая в России запрещена Или в Кирове она запрещена, это свидетели Иеговы, да? По-моему, кировским она запрещает А тут ошибка есть А тут ошибка есть Так? Значит, никогда не существовало никакой религиозной организации, которая называлась бы свидетели Иеговы Свидетели Иеговы – это направление христианского вероучения Которое юридически было оформлено в несколько юридических лиц религиозных организаций Которые имели множество их названий, их было более трехсот Они, все конкретные организации были запрещены на территории Российской Федерации По причине того, что в их материалах, в их текстах эксперты нашли признаки экстремизма Саму веру никто не запрещал И сейчас, да, действительно по всей России развиваются судебные процессы, передаются в суды Кто-то получает реальные сроки лишения свободы В Кирове начинается судебный процесс над одним из участников вот этой организации, скажем так Когда начинается? Точное время мне неизвестно Но это только лишь один человек Пять человек еще знакомятся с материалами дела Следствие предпринимает попытки в ограничениях, в сроке ознакомления с материалами Один из этих граждан является гражданином Республики Польша Который достаточно давно проживает на территории Российской Федерации Имеет детей здесь, имеет супругу Но все-таки не настолько владеет русским языком Чтобы самостоятельно, без участия переводчика Разбираться в достаточно сложной юридической терминологии И подобного рода процессы Связанные с подготовкой и передачей дела в суд Со спаривами действий следствия в настоящий момент идут Дело, большое дело в отношении пяти-шести участников вероучения Свидетелей Яговы Пока в суд не передано, но я думаю, в ближайшее время он там окажется Это будет Первомайский районный суд города Кирова Кому конкретно и суде это дело попадет, пока неизвестно А что вменяется? Продолжение деятельности экстремистской организации Финансирование этой деятельности и прочее, прочее Логика следствия сводится к тому, что если Когда-то существовало какое-то юридическое лицо Оно было признано экстремистским То если И в ходе деятельности этого юридического лица Люди собирали деньги, например, на приобретение Библии На аренду залов На оплату электрической энергии Либо еще какие-то затраты несли То после запрета любые похожие действия Представляют из себя продолжение деятельности этого запрещенного юридического лица Ну здесь есть юридическое лукавство И преодолеть его иначе, как с помощью каких-то судебных решений Либо практики европейского суда по правам человека Пока не представляется возможным И вот те грядущие поправки К конституции О которых недавно говорил Владимир Владимирович Путин В части отмены Презумпции верховенства Международного права над российским Меня откровенно пугают Если они будут приняты, то россияне Лишатся последней возможности Как-то каким-то образом опереться на Столь авторитетные институты Как, например, Европейский суд по правам человека Сейчас это зачастую бывает возможно Хотя и тяжело В ближайшем будущем, если эти поправки пройдут Это будет невозможно Ян Чеботарев, в нашей студии Мы сейчас сделаем небольшой перерыв на рекламу И вернемся У нас впереди еще несколько тем Продолжаем особое мнение Ян Чеботарев, юрист в нашей студии Я напоминаю еще два дела Я хотела попросить вас прокомментировать Одно из них коротко Это дело электронного проездного Мы с вами неоднократно его обсуждали Собственно говоря Признанные виновными по делу электронного проездного Обжаловали приговор Известно об этом стало Неделя-две назад Ну вот, собственно говоря Поступили все документы в суд Ну и я просто вас хотела попросить прокомментировать Я понимаю, что практика такая существует И люди имеют право воспользоваться Да, ею Попробовать, ну, каким-то образом Снизить наказание, да Но как-то вот это не очень красиво выглядит То есть сначала люди каялись И признавали свою вину И говорили Там больше никогда Да, мы это обсуждали С Дмитрием Никулином Была история Они и сейчас каются Вот А потом они говорят Слушайте, ну что-то как-то вот Три года это слишком много Ну, это не противоречит Друг другу Никоим образом Они и сейчас каются Они говорят, что да, мы виноваты Но Накажите нас, пожалуйста, помягче Желательно Не лишать нас свободы Можно ограничиться Каким-то другим видом наказания Как там у классика это сказано Но желательно в июле И желательно в Крыму Да, да, да А, сознаю свою вину Меру степень глубины Да, да, да Здесь опять же Есть очень простой Ответ На вопрос Почему они подали Такую жалобу Отбывая наказание В следственном изоляторе День идет за полтора А, то есть люди себе срок сокращают Ну, фактически, да Понятно Чем куда-то ехать Попытаться Всегда есть возможность Поэтому с точки зрения Тактики Все понятно Все понятно Не уверен Более чем Не уверен Что приговор будет изменен Полагаю, что его оставят Без изменений Он и так достаточно лоялен Ко всем осужденным От трех до трех семей Да, да, да При той тяжести Правонарушения Преступления Которое было признано совершенным Ну, это весьма щадящие сроки Но с точки зрения тактики Я их понимаю Понятно Ну, и еще одна тема Которую мы будем обсуждать Широко в нашем эфире Я сразу анонсирую Планируем мы это делать Четвертого февраля Это история с наркозакладчиками Так называемыми, да Дело Сергея Орлова Которое было пересмотрено В областном суде Вот фактически 23 января То есть это было Буквально неделю назад Сергей Орлов Двое вот товарищей Имена которых не разглашаются По просьбе родственников Приговорены были изначально К семи, по-моему С половиной годам Это совершеннолетние Потом был срок Ужесточен до 13 с половиной лет И областной суд вот здесь Пересмотрев наказание Шесть месяцев колонии Там с небольшим А несовершеннолетнему По-моему Пять с половиной Или три с половиной Вот я честно говоря не помню Года Не месяца Не месяца Не месяца Да-да-да Вот Вопрос мой в следующем Вот эта история Она какая-то Немножечко странная На мой взгляд Потому что Людей приговорили Ну К достаточно суровому наказанию Если мы говорим О 13 с половиной годах И это люди Они не наркобарыги В чистом виде То есть это Те молодые люди Которые найдя где-то объявление Устроились на работу Говорили они Что принимали их на работу Курьерами И не всегда далеко Во всех этих объявлениях Которые публикуются На авито Которые где-то там Развешиваются На остановках Которые пишутся На стенах домов Указывается Курьерами Чего Предстоит работать Слушайте В этой части Я конечно С делом не знаком Давайте сразу Скажу следующее У меня есть Несколько Примеров Похожих Когда Дети Только-только Ну почему дети Молодые люди Молодые люди Только-только Достигшие 18-летнего возраста Если не достигшие Да Если не достигшие Пытались таким образом Заработать деньги И получили гораздо Более тяжелые сроки Серьезно 18 лет давали Значит Правда Не за покушение Там было достаточно Большое количество Эпизодов Но в данном случае Здесь говорят Был первый эпизод Ну Слава богу Что первый Значит Обычно Закладчики Долго Не работают Их В 90% Случаев Ловят По истечении Там Первого Второго Месяца Органы Правопорядка Научены Контролировать Подобного Рода Действия Да и граждане Обращают Внимание Если дети Говорят о том Что они Вообще Не понимали Не знали Чем они занимаются И вообще Не виноваты Честно скажу Я не верю Потому что Что это за курьер Который закапывает Какой-то кулечек В снег У гаражей Звучит смешно Значит Что касается Срока наказания Слушайте Я не судья Чтобы Приговаривать Людей Каждого Из которых Можно Пожалеть Понять И простить К отбыванию Наказания В достаточно Жестких Условиях Лишения Свободы Я прекрасно Понимаю Что для Вот этих Пацанят Простите Да любой Срок Даже год Даже два Три Четыре Пять Шесть Да какой угодно Это фактически Большая проблема По освобождению Он уже не сможет Устроиться Ни на какую Приличную работу Ему очень Тяжело Будет получить Какое-то образование Да даже Просто вернуться В социум Будет представлять Из себя Значительную Проблему Но Я точно Так же Знаю Случай Когда Приличные Люди Подсаживались На подобного Рода Дряни С помощью Простите Вот подобного Рода Несознательных Юношей Которые По-быстрому Или девушек Которые По-быстрому Решили Курьерами Денежку Заработать И теряли Здоровье И зачастую Даже жизнь А кто-то На этом Просто зарабатывает Деньги Поэтому Здесь Золотой середины Не найти То что дети Хотели Заработать Я так понимаю И они сами Не отрицают Основную беду И основную Проблему В этом деле Я вижу В виде Недоработки Со стороны Родителей Именно родителей Слушайте Если дети Полагали Что они Сумеют Не попасться Они сумеют Приступить Закон Распространив Несколько доз Вот этой дряни Заработать 2-3 5 тысяч Рублей Их там Возможно Если поймают Пожалеют Еще что-то Разъяснительную Работу Надо вести Здесь И родители Виноваты И сами дети Безусловно Виноваты И педагоги Их Виноваты Потому что Простите Надо объяснять Приводить Примеры О том Что из себя Молодой человек Представлял До начала Подобного Рода Деятельности И Какие Муки Страдания Он перенесет Сам И какие Проблемы И потери Здоровья Он принесет Своим родителям И близким Родители Как раз Говорят Что они До момента Когда Все это Их не коснулось Напрямую Даже не подозревали Что такие вещи Существуют Плохо Надо было подозревать Нужно было смотреть Нужно было даже На опережение Работать А вы видите В паблике Информацию О том Что происходит Вообще О том Что вот эти Объявления На авито Публикуются О том Что на стенах Домов Висят Объявления О том Что вот Дескать Под заработой Ну Вижу Конечно Нет Нет Вот Информацию О том Широко Распространяется Она или нет Вот у меня Ощущение Что в Публичном поле Этой информации Нет О том Что эти Объявления Они опасны Ну Как раз Здесь Недоработка И со стороны Родителей И со стороны Возможных Средств Массовой информации Которые Недостаточно Получаются Освещают Данную тему Ну И опять же Все таки Попеняю И педагогам И даже Правоохранительным Органам Которые Помимо Задержания Арестов Наказаний И прочее Должны Также Заниматься И социальной Превенцией С тем Чтобы у нас Все таки Меньше было Желающих Ввязываться В подобного Рода Сомнительные И крайне Опасные Операции Еще вопрос А вот эта история С закладчиками И их Постоянными Арестами Вы говорите Что месяц Два Работают И собственно Говоря После этого Меняется Состав Такой Кадровой Ротации Что называется Происходит Если можно Так сказать Дурачков То не переводится Россия Страна Достаточно Большая Да А это Реальная Борьба С проблемой С распространением Наркотиков Потому что Задерживают Тех Кто самый Низовое Звено Про остальных Мы особо Не слышим Я понимаю Это один Из достаточно Эффективных Моментов Потому что Если Простите Обрубать Пусть даже Низовое Звено Фактически Это означает Что Меньше Будет потребителей Меньше Будет доход И выручка У организаторов И распространителей Всей этой дряни Плюс Я уверен Аня Что все-таки Средства Оперативно-развестной Деятельности Здесь Тоже И используются И если Рядовых Закладчиков Берут В среднем На втором Месяце Их работы В среднем Могут На первый День Взять Значит То Для того Чтобы Выйти На Главного На Распространителя Выйти Просто На организатора Цепочки Чтобы выйти Работать Нужно Гораздо Дольше Но Тем не менее Я думаю Что И их Криминальная Жизнь Тоже Не бесконечно То есть Работа ведется Может быть Мы просто Не видим Конечно Яна Чеботарева Был в нашей Студии Юрист Я Яна Евгеньевича Благодарю Мы следим За событиями Ну собственно Говоря Вот И по делу Александровского Костела Тоже Спасибо Будем рады Слышать Какую-то Положительную Все-таки Информацию Ядно Надеюсь На то Что Каким-то Образом Эта ситуация Разрешится С минимальными Потерями И для посетителей Костела Как органного Зала И для Верующих Людей Программа Особое мнение На этом Завершается Мы с Яном Евгеньевичем Прощаемся До свидания До свидания Особое мнение На 101FM